Да, в эфире. Шевчук с малолетним семимесячным ребенком, грудным ребенком, по уголовному делу возбуждено по статье 405 части 2 УК Республики Азстан, по отношению ее были проведены обыск, санкции суда, были изъяты телефоны, банковская карта, куда она получает пособие. Все это было изъято при понятых, которые потом оказались стажерами, то ли практикантами ДВД, ходили там все время эти девочки. И был проведен допрос с моим участием. Мой ордер был ей предъявлен, я на всех следственных действиях участвовала, фотографии есть. И на допросе она воспользовалась своим правом в соответствии с 64 статьей пункта 8 право охранить молчание. На этом все следственные действия были окончены. Мне следователь сказал, сейчас мы ее отпустим, вы можете идти. Я к пяти часам ушла со здания ДВД. В связи с тем, да, Гуляем Секен, второй адвокат, тоже оставал в здании ДВД. Оставались еще много задержанных с 9 мая. И я даже ничего не подозревала, что стороны следователя Ержановой Толганай, майора полиции, будет такой обман. И часа через 2 или 3 я узнаю о том, что Оксану до сих пор не выкусили. И мы обратно созвонились, все трое адвокатов приехали. И мы сейчас заходим возле здания ДВД. Значит, Ержанова трубку не берет, на смс не отвечает. На посту, значит, с ней соединиться никак не могут, она трубку положила. Мы уже зашли в здание ДВД, на КП стояли и видели, как Оксана с ребенком, со спящим на руках, выходила, уже должна была выйти. Но вдруг, увидев нас, кто-то и откликнул ее, якобы, фотографировать. И мы дальше продолжали ждать, потому что она видела, что мы все ее трое ждем. Значит, нас разделили? Обыкновенно, просто-напросто. А потом сказали, что ее будут, якобы, увидят через другую дверь. Мы вышли туда, Розья Нурмашева и Гулямсики наставали здесь. Мы с другого входа. Я только успела заснять, как выехала черная, черный джип. И на всех скоростях, прямо до перекрестка газанул. Мы надеемся, что в этой машине уехала Оксана с ребенком, наконец-то, домой. Ее задержание было с 12.30 дня, 9 мая до 12 ночи. Мы это как зафиксировали, как прямыми фирмами, так и документально все это зафиксировали. И вы представляете, задержание матери с грудным ребенком более трех часов. Тем более, ребенок грудной... Кормящая она мать. Ей необходимо правильное питание. Ребенка надо памперсы менять, пеленать. А она находилась в этом страшном, вонючем кабинете. С луками по убийству. Без еды и пить. Без еды, ни одного нормального стула там даже нет. Ребенку нигде даже было поспать. Он все время спал. По очереди мы все таскали целый день ребенка. Это вообще какое-то издеваться. Это пытки настоящие. Пытки, если в отношении Оксаны Шевчук... Семимесячного ребенка. То в отношении семимесячного ребенка нет даже санкций на эти пытки. Это что такое вообще? Это к какому правовому государству мы идем? Мы с каждым разом... Мы адвокаты с многолетним стажем. Каждый раз удивляемся, насколько изощреннее методы пыток в наших полицейских. Это вообще какой-то... Я прошу наказателей лиц... Прошу наказателей Жанну Тоганай, которая сама женщина... Алаев Адиль еще. Который издевается. Алаев Адиль. Он начальник полиследственного отдела. Который очень старший следователь нам удостоверение не показал. Но по его манере, по его тем командному голосу мы поняли, что он руководитель этого всего. И вот мы хотим, чтобы наказали следователей, наказали начальника следственного отдела в этом беспределе. Если в отношении взрослых людей мы уже привыкли, что проводится... В отношении 7-месячного ребенка... Это пытки, я не знаю. Все следственные действия сегодня, которые проводились в отношении Оксаны Шевчук, проводились вместе с 7-месячным ребенком. Я впервые за 30 лет адвокатской практики вижу, чтобы 7-месячный ребенок участвовал при проведении следственных действий по экстремистской организации. Это первый малыш, которого обвиняют в экстремизме. Я прошу, чтобы... Без проведения никаких следственных действий на каком основании держали до 12 часов ночи? Вот это непонятно. Нет, потом нам же еще сказали, когда мы уже узнали о том, что до сих пор Оксана находится в здании ДВД, в отношении проводится допрос. Мы не поняли, как она может проводить допрос, если адвоката нет. Нам сообщили, что пригласили дежурных адвокатов, что здесь в здании ДВД есть два дежурных адвоката, которые участвуют во всех следственных действиях. Я хочу узнать, кто это из моих коллег ведет такую антиадвокатскую деятельность. Прекрасно знаю, что уже в дело преступил адвокат по соглашению и проводит вместе с ордером по заявке следствия, проводит, участвует при проведении следственных действий. Я хочу, чтобы этих адвокатов тоже наказали. Вот из-за таких красных адвокатов у нас всегда потом не можем доказать все незаконные действия. Все, спасибо. Спасибо.